Всем привет, ребят! На связи GrimOptimist и сегодня, как вы поняли, мы с вами посмотрим на первоапрельский режим с шаротанками. Как вы видите, в ангаре у меня уже выбран танк под названием ИС-360. Устанавливать на него оборудование нельзя, нам говорят, что недоступно, расходники тоже. По обслуживанию тут только можно обычные снаряды загрузить. Давайте быстренько посмотрим по его характеристикам. Там брони 15 мм, танк первого уровня, всего один товарищ у нас сидит, причем посадить кого-то другого я не могу. То есть, вы видите, что ни здесь, ни здесь, но ничего не нажимается. То есть, просто по пушке давайте посмотрим. Пробитие 51, то есть, они будут шить друг друга, скорее всего, на вылет никаких даже рикошетов. Хотя, правило трехкалибров, сколько тут, 45 мм? Не, не будет. То есть, по идее, должно пробиваться даже по касательной. То есть, брони, видимо, у машинки нет. Я даже ради такого дела, ребят, включил звуки, потому что мне интересно послушать, как эта хрень ездит. Давайте попробуем просто. Мне лично довольно интересно глянуть, что нам разработчики такого подготовили. Так, карта Луна Парк. Быстро так все загрузилось, ребят. Ну, у меня, конечно, на SSD игра стоит, но все равно даже... Ну, звук стандартный, то есть, тут я ничего такого не вижу. Забавно. Сейчас посмотрим, как эта штука ездит. Мне интересно, а он может кувыркаться, как-то перекатываться там? Тут вроде гравитация должна быть занижена, насколько я знаю. Давайте посмотрим. Многие просили стрим сделать, но, ребят, сегодня не получится сделать стрим, скорее всего. Поэтому я решил видосик записать с утра. Ух ты, как он жгет-то, ё-моё, 70. А, так он еще и этот. Вот это жесть. Пробитие, такой голос. Полторы тысячи хп, кстати, у него только сейчас обратим внимание. Ох ты ж. Нифига себе. Такой работ... Знаете, такой Deus Ex. А, и выстрелы меня отталкивают, ребят, обратите внимание. То есть, когда по мне попадают, меня откидывают. Такого раньше не было. Ох ты ж, как он крутится. И на ноги встает снова. Прикольно, ребята. Он просто сход в 80-90 жмет вообще жив. Так, тут какие-то эти... А, вот. Такой голос забавный. То есть, видимо, вот это вот... А, как он... А что, нельзя келомать штуку-то? Блин. Перезарядка 3 секунды. То есть... А, ребят, то есть... Видите, в чем дело? Тут надо именно под астероиды врагов... Подтаскивать. То есть, убивать их так, это крайне долго. Потому что... Урон очень слабенький, с пушечки. То есть, тут, видимо... Нужно именно... Вот, врага станет. То есть, когда он... Будет астероидная атака. Нужно его, типа, в него попадаешь. Он останавливается. Башня у него не вертится. Башня, конечно. Ох ты. Это что такое было сейчас? За счет чего, интересно, атак взлетел? Что-то я не понял. Жесть. Просто жесть. Да блин, ну что такое? Ну-ка, столкновение. Охота жестко с кем-нибудь столкнуться. Ну-ка. Стрелять неудобно. То есть, тут автоприцел нет смысла ставить. Потому что башни нет. Вот. Ё-моё. Блин, я чувствую себя, знаете, как на мотоциклах в клетке катаются. Как-то так. Блин, его колбасит вообще при любом этом, но... Случайное событие какое-то через 40 секунд. То есть, видимо, то, что... Все, меня уничтожили. То, что меня тогда подбросило вверх, это, видимо, было какое-то случайное событие. Пока вообще я ничего не понимаю. Очень сумбурно. Но забавно, надо сказать. Сейчас у нас добьют оставшихся. Ну, проиграли, это понятно. Я первый раз играю в этом режиме. Ничего не понятно. Физика странная. Все очень странно происходит. Жесть. Просто жесть вообще. Я не ожидал, честно говоря, что они будут такими быстрыми. Вот, метеорит, видите, да? То есть, бам. Ну, тут, на самом деле, он падает один всего метеорит в эту область. И подгадать так, что противник оказался под метеоритом, это будет сложно. То есть, тут... Он мог ведь и здесь вот оказаться, то есть, он мог ведь и здесь вот оказаться, то есть, и где-нибудь там еще. Но урон 30, то есть выстрела. 3 секунды КД, полторы тысячи ХП, сами понимаете, что... А вот, видимо, сталкивать, сталкивать надо туда. Сталкивать либо под метеориты, понятно. То есть, тут как бы нанесение урона, это... Ну, о, наши победили, кстати, даже. Нанесение урона, это не самый простой способ убить ваших противников. Это я уже понял. Потому что, ну, сами понимаете, 30 ХП, говорю, это, то есть, нужно 10 секунд, вы будете снимать всего лишь там 100 ХП. Даже 90. Просто, вот, то есть, такие дела. Но, кстати, фарма нет, но опыт дают. Как ни странно, опыт идет какой-то. 385 ХП нанесено, ну, вот, всего лишь. Давайте еще попробуем. Интересно, а во взводе можно играть, нет? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. Как вы видите, взводов нету. Может быть, тут, конечно, отдельно взвода играют. Карта действительно небольшая, но это и хорошо, потому что она большая и не нужна. И так, свалка такая довольно жесткая. Вот, влево-вправо пушки вообще не вертятся. Да и в нерк-мис тоже, на самом деле. То есть, тут надо подгадывать. Меня озвучка порадовала, что они даже озвучку переделали. То есть, такой голос, как будто, ну, там, какой-нибудь Sky-Fi. Видите, то есть, какие разные мнения. Вот это говорит, что это хорошо, а вот это говорит, что это говно. Ну, не знаю, по мне уж точно не говно. Но, по крайней мере, довольно проработано все это сделали. Пятая. Ах, ты же мать твою. То есть, видимо, лучше всего врагов именно откидывать. Вот в эти вот, ну, вы поняли, короче, в шахты, вот в эти вот. С лавой. Блин, тут попадать довольно сложно. То есть, все-таки вот из-за того, что оружие, орудия жестко закреплены в корпусе. Из-за этого попадать довольно... А все, кто находятся в зоне вот этого метеорита падения, все получают какой-то урон. То есть, я вот сейчас был довольно далеко от падения метеорита и все равно урон получил. Хочу столкнуть его, блин, меня какой-то впилился, блин. Тут поначалу, ребят, просто свалка. То есть, контролировать что-то невозможно. Сейчас со всех сторон стреляют. И я так понимаю, что какая-то тактика тут начнется только когда... Блин, у противников останется несколько танков, буквально. Шаротанков. То есть, танки, они все-таки встают. Даже если перевернулся, они все равно встают. Блин, я хотел его столкнуть. Блин, я все равно попал. Наши-то вообще та сейчас, смотрите. Красные, зелененькие. Причем, красные, они реально красные. То есть, не просто над ними красные этот... Ну, вы поняли. Мне попали. Блин, нет, нет. Очень стрелять неудобно, ребята, из-за того, что... Говорю, ход у орудия вообще отсутствует. Я сейчас проверю, конечно, когда мало останется. Может, кого-то столкнули, кстати. Блин, вот этого тоже можно было столкнуть. Ну-ка, давайте я постою. Ну, есть небольшой ход. То есть, вы увидите, вон, какой он маленький. Смотрите, вверх-вниз вообще практически отсутствует. Давайте проверим. Смотрите. Вообще ход. То есть, орудия очень жестко закреплены в корпусе. Из-за этого... На такой скорости, то есть, все вертятся, стрелять крайне неудобно. То есть, просто не крепец. То есть, нужно прямо корпусом доворачивать. Сейчас, тихо-тихо-тихо. Блин, я его не столкнул. Черт. Зараза. А могло получиться? О, столкнули. Ну, я, правда, в этом не особо участие принял, но, все равно. Таран, по-моему, урона особо не наносит. У меня такое ощущение. Все, улетел еще. Еееет. Я перевернул... Причем на пустом месте, он сам перевернулся. Ну, так забавно. То есть, что-то продумано. То есть, я вот уже начал понимать, как... То, что нужно реально сталкивать противников и под метеориты их подводить. Иначе... И дают фиксированное количество опыта, ребята. Смотрите. 750 и все. Причем, ну, обычного опыта. То есть, тут, видимо, не важно, сколько ты. Сферический опыт в вакууме. Ну-ка. Сферический воин в вакууме будет. Награда медаль называется. Требование. Что нужно сделать? Боевая задача выполнена. Тут не написано, что нужно сделать. Просто, видимо, в бой выкатиться. А победить нужно тут. За победу дают медальку. Ну-ка, давайте посмотрим. Я сейчас еще поиграю, только я посмотрю медальку. Так, награды. Вот. Блин, как-то тут я не помню, как их смотреть-то уже. Я просто не особо шарю по статям. Ну, не особо люблю там смотреть статистику и так далее. Поэтому я не разбираю. Так, давайте посмотрим. Где-то здесь должно быть. Памятные знаки. Вот. Это где-то здесь должно быть. Царь горы. Бог войны. Монолит. Павшие знамена. Да хера узнает где-то. А, вот оно. Сферический воин в вакууме. Вот. То есть уже выдали. То есть я буквально один-два боя сыграл и уже выдали мне эту медаль. Ну, давайте еще сыграем парочку боев. Ну, я вам скажу так. То, что сделано довольно прикольно. Но, вот, честно вам скажу, какого-то интереса я им особого не вижу. Дают 750 опыта. Я не знаю, зависит ли это количество от премиума или нет. То есть я играю с премиумом. У меня 750. Кто играет без премиума, пишите. Сколько вам дают. Да. Я бы проверил без према, но у меня прем на год куплен. Поэтому я не знаю, как это сделать. На прессаке тоже активирован прем. Там тоже не получится проверить. Поэтому пишите в комментариях. Это будет очень полезно. Знаете, вот забавно, вот именно по фану. Но вот оставлять, допустим, это там на неделю, на месяц точно нет смысла. Потому что никто в это играть долго не будет. То есть зашел пару часов, погонял и забил все. А, то есть тут дают, вон говорят, что 7500 дают, если кого-то убьешь. Это надо проверить, ребята. Стабилизация, кстати, очень хорошая. Но таранить на самом деле смысла особого нет никого. Блин, надо хоть кого-нибудь убить. Блин, такой, такой все быстро, жесть просто. Короче, пробитие. Ой, не, 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 не. Дэвид Блэйн. Прыжок. Сейчас будет. Уи. Такое сальто. Тут, видимо, сальто как бы запрограммировано. То есть я вроде ни с того ни с сего, вдруг танк сам начал кувыркаться. То есть, видимо, так задумано. Блин, ну столкновение. Я просто хотел проверить, как идет столкновение. Смысла особо. Блин, ну мне сейчас не засчитают. Это, зараза, его подтолкну. Ну, я вам так скажу, что реально забавно. То есть, и сделано довольно-таки неплохо. То есть, в целом. Но, как бы, если, допустим, те же гонки на Чаффи, да, они реально тебя затягивали. То есть, в них можно было играть там несколько дней подряд. То есть, несколько часов. То здесь вряд ли кто-то будет играть в этот режим больше, чем, там, часа два-три. И в этом я увидел. То есть, он просто, ну, как бы, не настолько продуманный и не настолько тут вариативный, скажем так. Пусть карта маленькая. Блин, мне выдастся сегодня кого-нибудь убить вообще. Давайте попробуем вот так. Нет, тут цель захватывать вообще смысла нет. Давайте попробуем, блин. Блин, по-моему, по нему кто-то еще попал. Да, мне не засчитают вон. О, засчитали, ребята, я его убил. Еее! Давайте ставим лайк за первый фраг. Короче, убить из пушек тут кого-то очень сложно. Потому что очень мало урона наносит. То есть, надо именно сталкивать. Ничего мне не дали. Они дали 7500... Серебра дают 7500 за фраг. Ну, ребят, ну, это не серьезно. Ну, что такое 7500 серебра? Даже играя без према на танке пятого уровня, можно фармить 20 тысяч за бой. Да? А тут 7500, это еще фраг надо сделать, извините меня. Ну, это не так-то просто. Ну, не знаю. Как бы... По мне, можно было сделать награды все-таки... Ну, не 7500, а хотя бы 15 тысяч сделать серебра. Чтобы хоть какой-то фарм шел, да? А так... Ну, я не знаю. То есть, никто играть в этот режим ради фарма, мне кажется, не будет. Или надо просто... Ну, конечно, вот если, допустим, я сейчас залипну, да, в него там, допустим, часов на 5. Я научусь и, как бы, ну, пойму больше механику. То есть, начну больше фрагов делать. Даже если я буду делать 2 фрага, ну, будет 15 тысяч. Ну, это надо еще и заморачиваться. Ну... Разрабы, как бы... Режим классный, он прикольный, веселый. Но... Мотивации нету, понимаете? Вот это очень часто у разрабов, к сожалению, бывает. Они делают режимы, а мотивации нет. Как в превосходстве. Тоже, как бы... Поначалу, по крайней мере. Там потом допилили, но... Кстати, да, стреляем мы какой-то плазмой жесткой. Жесткой плазмой. Бам. А, нет. Я буду жить. Блин, столкнуть надо этих засранцев туда. Так, тихо. Блин, вот этого можно было тоже, если я... Грамотно подстрелил. По мне, надо было танкам все-таки сделать ход орудий побольше. Потому что они слишком плохие углы наводки. Что горизонтальный, что вертикальный. Ну... Уууу... Сразу какая-то Рокет Лига вспоминается. Хотя я в нее не играл, но видосы смотрел. Обзор. Да, блин, не дадут. Нет вообще. Короче... Да, 7 на 7, ребята, это идеально. То есть, если бы здесь было больше народа, это был бы трешак. Просто мясо было. Блин, ну вот сейчас можно было столкнуть его. То есть, сделать фраг, ребята, здесь будет крайне непросто, я вам скажу. И из-за того, что орудия закреплены, очень часто будете мазать, потому что дергается все постоянно. То есть, говорю, малейшее отклонение, все, уже... Уже танк дергается. Кстати, за таран вообще в ромку он наносит. Но все равно, вы знаете, когда вот танк вот кувыкается, ездит, нет ощущения, что он настоящий круглый. Вот есть ощущение, что все равно это, вы знаете, как мотоцикл. То есть, что у него... Кто-то держит вот в этом вот положении, да, таком. Причем, очень серьезно, большая сила какая-то держит его в таком вот виде. Ну вот, чтобы он именно стоял вот на этом гусенице. То есть, нет ощущения, что у тебя реально круглый танк. То есть, что который может постоянно кувыркаться, там, и так далее. То есть, есть какое-то ощущение искусственности. Я не знаю, как это объяснить, поиграйте сами, поймете. Вот что я сейчас, кстати, перекувырну? Ой, черт. Нет, я не дам себя столкнуть. Ишь, что захотели. Блин, я почти столкнул его. Блин, меня сейчас тоже столкнуто чувствую. Я живым не дам себя. О, я кого-то потопил, кстати. Последний. Хер вам. Надо тащить катку. Ну, меня сейчас просто застрелят. Тупо-тупо по урону, потому что их трое. Ха-ха. То есть, от нанесенного урона здесь награда вообще никак не зависит. То есть, в принципе, вообще. А, все, меня столкнули. Причем так жестко, что-то мне прямо вжук снесло вообще. Ну, так, сделано неплохо, на самом деле, то есть, в целом. Ну, так. По сравнению с тем, что, как бы, я ожидал. Ну, то есть, я вам скажу, что, как вот я ждал, примерно так и есть. 724 урона и один фраг я сделал. Как круто. Вот, и мне... А, тут еще... А, то есть, еще и нужно победить, чтобы дали вот эти вот 7500 серебра. То есть, опять-таки, мотивация недостаточная, я считаю, для этого режима. То есть, надо было сделать. Что, допустим, при поражении за фраг 7500, при победе, там, кстати, вот какая-то подсказка была. Но из-за того, что я играю с ССД, у меня очень быстро она проходит. Я не успеваю даже ничего посмотреть. И, кстати, снарядов 100 штук. Не так уж много. Ну, как бы, хватит, наверное, конечно, но... Как бы, я не знаю, ребят. То есть, какой-то... С одной стороны, все неплохо, но с другой стороны, вот, что-то не хватает, что ли. То есть, здесь какое-то ощущение, что что-то не доделали. Вот, я не знаю. Физика странная, то есть, танки неестественно кувыркают. Я понимаю, что тут луна, да, там, но тут дело не в гравитации. То есть, он просто его как будто что-то поддерживает в воздухе, когда он летит. Как-то странно, то есть, чувствуется, что... Сигнал... Только что, сначала, под из окном. Так, нужно валить, а то паливо уже. Так, нужно сваливать отсюда. Лети, лети, лепесток. X360, да. Ну, название хорошо придумали. Вот видите, да, смотрите, как вот он... Вот что-то не то, видите? То есть, как-то не так вот он вертится. Все, я перевернулся. Нет, все-таки он, видимо, встает, когда даже. Ну, вот видите, то есть, как вот он, да, вот... Когда его сбивают, как-то вот не так он двигается. То есть, что-то не то с ним, вот с машиной. Вот чувствуется это. Ну, я не знаю, то есть, как-то... Вот это не очень мне нравится, вот этот момент. Вот сейчас, смотрите, тоже, видите? Он вертится, как будто не вокруг... Ну, это шар. Он не может вертеться не вокруг оси. Всегда объект вертится вокруг центра тяжести какого-то. У этого танка центра тяжести должен быть посередке. А он сейчас вертелся, как будто он квадратный... То есть, ну, у него... Он вертелся вокруг какой-то там непонятной точки вообще, которая за пределами его находится. Ну, кто физику изучал, хотя бы, школьный курс, он понимает, о чем я говорю. Или там теоретическую механику, может быть. Блин. Попадать реально непросто. То есть, из-за того, что, говорю, малейшее отклонение и все. И орудие, оно... Я почти попал. Интересно, а за пределы карты, видимо, вообще нельзя вылить? Ну, вот видите, то есть, как-то не так вот он... Он вертится вокруг своей гусеницы. Такого быть не может. То есть, если это шаротанк, он не может вертеться вокруг гусеницы. То есть, как будто у него центр тяжести находится где гусля. Ну, я подозреваю, что это именно дело вот в вишке в самом, да? То есть, он просто так задумал. Блин. Но, тем не менее, все равно, как бы... Ну, я не могу сказать, что в ВГ обосрались. То есть, нет, такого нету. Сделано нормально. Блин, меня зацепило еще. Блин, можно было сейчас столкнуть. Эх, не получилось красиво-то сделать. Да что такое? Блин, ну вот эти вот орудия, которые просто вот... Вмурованы в корпус и даже не повернуть. Это, конечно, бесит. Очень сложно попасть, по-моему. Так вот, в движении. Все, время вышло. Нормально. Все, я думаю, дальше нет смысла играть. В принципе, все понятно. Скажу так. Игра, ну вот, именно режим, да? Вот, кстати, сферические резервы. А, резервы вот. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут у нас. Дополнительный опыт за бой большой. А, ну, резервы дает за 10 боев. Да, это неплохо, на самом деле. Ну да, это нормально. Ну-ка, а что тут еще есть? Может быть, что-то я еще пропустил? Не, по-моему, больше ничего нету. А кредиты еще есть. Ну да, это я бы выполнял. Уже сферический воин, сферические резервы, сферические кредиты. Вот, то есть, его дают за фраг. Сферический опыт дают за победу. 750 опыта. На танк, наверное. То есть, он уже в свободку переводить потом, да? То есть, ну и вот резервы, да, за 10 побед дадут. Ну да, неплохо, то есть, ну, как бы, не знаю. По мне это все равно маловато. Ну вот 10 боев ты отыграешь, да, вот, 10 побед, вернее. Отыграешь и все, скорее всего. И на этом ты забьешь на этот режим. Просто. Ну, в целом нормально. То есть, я ожидал, на самом деле, гораздо. Я думал, вообще будет фейл, будут там технические проблемы и так далее. По крайней мере, все работает. Вот. Ну да, скажем так, плюшек маловато дают, но, по крайней мере, действительно, это что-то новое, интересно. Попробовать рекомендую, ребята, всем. Благо, ничего для этого делать не надо. Просто зайди в игру. Танк у вас в ангаре уже есть. Просто в бой нажимаете и все. На этом все, ребят. Пишите свои комментарии. Пишите, как вам данный режим, понравился или нет. Если я что-то перепутал или упустил, тоже меня поправьте в комментариях. Всем до скорого, ребят. Всем пока.